Как дела у вас? Отлично. В Краснодаре сегодня солнышко. Виртуальное общение с художниками, печать рисунков на воде и многие другие интересные разработки. Все это сегодня вниманию гостей Сочинского форума. Но от шуток к делу. Новый завод по переработке аккумуляторных батареек скоро появится в набережных Челнах. Но проблемы с сырьем, признаются бизнесмены. Старые батарейки увозят на переработку в Санкт-Петербург и Москву. Выход есть. У нас есть закон по утилизации старых колес. Примерно такой же, если мы закон сделаем по утилизации аккумуляторных. Подготовьте предложение. Предложение же полный перечень в соглашениях по сотрудничеству, которые сегодня подписали татарстанцы. Например, в Иркутской области республика имеет 4 миллиарда общего товарооборота. Но этого мало, уверен руководитель регионов. Я считаю, что нам надо внимательно взять перечень изделий, продуктов, которые ввозятся в ваш регион, в наш регион. И сделать некую дорожную карту. Какие направления, где мы могли бы быть взаимополезными. Всех татарстанцев ждут и в гости на озеро Байкал. Сергей Левченко. Губернатор уверяет, слухи о загрязнении озера сильно преувеличены в СМИ. В части подрастающего поколения мы могли бы уже начать обмен делегациями, обмен студентами. Тамбовская область и Карачаево-Черкесия также сегодня задокументировали свои отношения с Татарстаном. Кавказцы уже весной приедут в республику большой делегацией. Для Карачаево-Черкесской республики очень важен опыт республики Татарстан. Учить и стимулировать теперь уже молодое поколение поваров и рестораторов намерен Аркадий Новиков, создатель самой успешной сети ресторанов в России. Первый официальный посол мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани через два года, признался сегодня торжественной церемонией посвящения, что относится к своим задачам очень серьезно. Я постараюсь быть послом, а не свадебным генералом. О том, как идет строительство инфраструктуры для чемпионата рабочих профессий в Казани, как к нему готовится вся индустрия и гостеприимство республики, собравшимся на церемонию рассказал Рустам Миниханов. Мы должны сделать так, чтобы наша национальная сборная Российской Федерации достойно показала результаты. Сегодня же в рамках форума Дмитрий Медведев провел совещание с главами регионов. Речь шла о доходах субъектов, дотациях из федерального центра и прироста налоговой региональной базы. Главный посыл встречи. Как можно меньше должно быть иждивенчества и больше активности местных властей, чему способствует в том числе и сочинский форум. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, ТНВ, Сочи, Краснодарский край.